Можно к стриму подключаться. Итак, мы сегодня с вами начинаем новую тему. Разбираем задачки на проценты, которые у нас во второй части. Но прежде чем решать задачки непосредственно оттуда, нам нужно немножко подтянуть базу, чтобы говорить на одном языке. И сегодня у нас такое достаточно серьезное занятие по формированию такой базы. Понимание, что такое проценты, как они работают, что такое простые проценты, сложные проценты, потому что понимание вот таких моделей финансовых нам позволит достаточно хорошо решать весь блок тех задач, которые выставляются на единый экзамен. Потому что это уже задачки, которые отбирают лучших. Это те задачки, которые недоступны массе. И нам нужно эту базу, собственно, подтянуть. Мы будем решать по мере усложнения задачки. Поэтому, если какие-то вопросы будут или что-то вы будете не понимать, вы меня останавливаете и еще раз спрашиваете. Первую задачку на поднятии процентов. Смотрите, магазин увеличил стоимость товара в 8 раз. Однако по результатам проверки антимонопольная служба предписала вернуть прежнюю цену. На сколько процентов придется снизить цену? Видите, какая интересная задачка? Она связана, наверное, с какой-то моделью из нашей жизни. Давайте теперь подумаем, как будем решать. Это текстовая задачка. Нам нужно что-то взять за x, что-то за какие-то другие соотношения. У кого есть какие-то предложения? Что будем брать за x? Изначально? Изначально, конечно. Вот очень часто бывает ошибка, как раз, когда берут неизначальную вещь за первоначальное значение. Нет. Базой для решения, для отсчета будет x рублей. Это первоначальная стоимость. Какая стоимость стала? Видите, в 8 раз. Значит, стало сколько? 8x. 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 8x – это новая цена. В итоге увеличение произошло… Как посчитать? Сколько? То есть было x, стало 8x. На сколько увеличили? 8 раз. Нет. А, минусуем? 7 раз. Минусуем. Одна-то цена уже была. Вот. Разница оставила 7x. То есть это наша ступенька, на которую поднялась стоимость товара. Теперь давайте оставим пропорцию. Тоже у нас. Насколько же нам нужно снижать? Давайте здесь подпишем. Эта цена снизилась. Надо снизить. Да? Снизилась по результатам проверки. Вот так. Результат проверки. Вот какую пропорцию мы составим? 8x – это сколько процентов? 7x – это сколько процентов? 8x было, 7x стало. Можно вопрос? Можно? А вот 7x цена снизилась. А изначально же? Непонятно, почему снизилась 7x? Ну, вот снизить цены проще. Приписала, вернусь в прежнюю цену. То есть нам нужно снизить на 7x. То есть цена товара была x. Потом решили заработать. 8x стало. Значит, нужно снизить на 7x. Теперь нам нужно пропорцию составить. Вот здесь скрываются денежные какие-то единицы. Нам нужно соответствующее процентное соотношение, потому что спрашивают, видите, на сколько процентов придется снизить цену. Поэтому где-то нам нужно y или t поставить. Нам нужно t процентов найти, на сколько снизилась цена. Давайте, это задачки на подумать. Она не типовая. То есть вся вторая часть – это на подумать. 8x. Давайте попробуем. 8x – это 100%. Тогда вот это будет составлять t процентов, да? Тогда, чтобы найти t процентов, что нам нужно сделать? Крест на крест. Да, крест на крест. Значит, это 7x умножить на сколько? На 100. На 100. И поделить? 8x. На 8x. В итоге, наши t процентов сколько будут? x сократиться. Это 700 поделить на 8, да? Давайте поделим. У нас калькулятора по-прежнему нет. Делаем лоб. 70x. 64x. 64x. И здесь будет еще 40. 87,5. В итоге у нас 87,5. Совсем неочевидный процентаж получился. Так, переварили задачку. Смотрите, насколько неочевидно, да? Насколько неочевидно числовое значение. То есть не 80%, не сколько, там не 70, а в итоге 87,5. Следующий. 3 одинаковых арбуза дороже дыни на 14%. Насколько процентов 2 таких же арбуза дешевле дыни? Интересно, да? Какие у нас здесь есть объекты, в которых нужно выставить, знаете? У нас есть два объекта. Арбуз и дынь. Правильно? Давайте назначим. Арбуз и дынь. Что означает? Три одинаковых арбуза. Значит, три арбуза будут дороже на 14%. Значит, это одна дыня. А здесь 100% плюс 14%. Только мы как бы решаем равнение, но не как бы решаем. И поэтому нам нужно перевести в коэффициент. То есть есть понятие коэффициента, а есть понятие процента. То есть у них разница идет в 100 раз. Процент больше коэффициента в 100 раз. Поэтому просто вот эту вот фразу три одинаковых арбуза дороже дыни на 14% записали уравнением. Получается, что три арбуза это 1,14 дыни. Все, давайте найдем стоимость арбуза. И просто мы в идеале на 3. Так. 14 поделить на 3. В целых точно. Так, от 11. Соберем 9. Это 4. Это значит 8. Стоимость арбуза составляет 0,38, если в коэффициенте, от стоимости дыни. А нам нужно найти 2 арбуза дешевле дыни. Значит, мы должны найти, сколько будет 2А. 2А – это 2А умножить на 0,38Д. Получается, что 2 арбуза 76 дыни. Единица в нашем ситуации – это 100%. Значит, коэффициент 0,76 составляет сколько? 76%. Остается из 100% забрать 76%. Это будет 24 как раз процента. Видите? То есть, 2 арбуза будут составлять 76% от цены дыни. В итоге они дешевле дыни на 24%. Всем ли понятны такие переходы? А за 100% на что взяли? 100% – это просто цена. Цена покупки. А, понял. Потому что здесь коэффициент у нас 0,76, а когда полная стоимость – это 100%. Если бы здесь стояла единица или просто д. Ну, или, например, соотношение, да, что 2 арбуза стоят как дыни. То есть, 2 арбуза равно дыни. То есть, это означает прям вот конкретно, что нисколько бы, ни на сколько не дешевле, прям ровно. А у нас получилось, что в коэффициенте это 0,76. Значит, мы из 100% забираем 76%, получается 24%. В итоге 2 арбуза дешевле дыни на 24%. Такая вещь. Задачки такие. Подумать и вообще вся вторая часть у нас на подумать, что мы тригонометрию решаем, что неравенство, то есть нужно очень много факторов сопоставлять для успешного решения. Теперь немножко мы к налогам перейдем к более сложным задачкам. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича равна 25 тысяч рублей. Какую сумму он получит после вычета налога на доходы? Достаточно простая задачка. Мы можем сначала в процентном соотношении посчитать коэффициент, чтобы получить. Всего он получает 100%, из которых в налог уходит 13%. В итоге на руки, как говорится, после налогообложения чистыми, он получит всего 87% от начисленной суммы. Начисленная сумма, можно ее обозначить сразу уже С, составляет 25 тысяч рублей. 87% в коэффициенте, хотя бы подробнее сделаю, я делю на 100, чтобы получить коэффициент, это 0,87. В итоге на руки чистыми он получит 0,87С. Значит, мы 0,87 должны умножить на 25 тысяч. Видите? 87-25 тысяч. Осталось это посчитать. Давайте, калькулятора нет, я тоже с вами честно считаю. Ну, вот так, два знака. Честь пропорций тоже, да, или нет? Зачем? Ну, там процентами, например, крест на крест. Можно, но я именно этот способ вам показываю, потому что он нам нужен именно для 19-го. Видите, я из всех способов сразу вывожу вас на понятие коэффициента. То есть, во всех трех задачах нам нужно вот это понятие коэффициента, нам не нужны здесь пропорции. Пропорции вы можете решать обычные задачки на смеси, сплавы, растворы в первой части. Пожалуйста. Хотя там даже как-то нет. А вот для какого номера эти примеры решаем? Для финансов по 18-й он сейчас отстал. Ну, типа банки, что ли? Банки, да, да. Кажется, 15-й. Да, я говорю, просто в нумерации я еще не привыкла и запоминаю к чему-то мне. Да, это задачка на финансовую математику. нам нужно понять коэффициент, поэтому я и подробно каждый раз объясняю, что такое коэффициент, как он соотносится. И видите, еще обозначение сразу ввожу, 0,87S, чтобы вы понимали, что это PSTS, это карпный плата сейчас у нас прячется. Потому что мы очень много таких моделей будем строить коэффициентами и решать их в общем виде пока без подстановки конкретных чисел даже. Посчитали, сколько будет 0,87? 21,750. Да. На тысячи сколько еще раз? 750, да? Да. Вот это будет уже ответом. В самом конце мы решаем такие сложные задачки мы будем коэффициент какой-то подставим первоначальное значение суммы и уже получим итоговый ответ. Очень часто мы будем решать в общем виде такие задачки. Я сейчас вас ориентирую на какие моменты. Так. в начале мая цена помидоров повысилась на 20%. А в начале июня понизилась на 20%. Классическая задачка. Насколько процентов цена помидоров в июне после снижения стала ниже, чем цена помидоров в мае до повышения? Не говорите мне, что ответ ноль. Или она осталась прежней. Повысили на 20%, потом понизили на те же 20%, и как бы ничего не поменялось. На процентах такая вещь совершенно не проходит. Я думаю, вы понимаете почему. Надеюсь во всяком случае на это понимание. Прежде всего потому, что база то, что берем за 100% в определенный промежуток времени это разные суммы. Вот. Давайте теперь посмотрим. Значит, у нас есть первая отчетная точка, это начало мая, ну и потом начало июня. Начало мая. выделим прям датами. Потом посмотрим начало июня. Что-то близко, это становится. Итак, разбираем. Начало мая. Значит, x это была цена до повышения. Правильно? До повышения. Теперь, сколько она станет после повышения? 1,010. Правильно. Потому что у вас идет 100% была цена, еще к ней мы 20% от нашего x прибавили. И всю эту историю мы также делим просто на 100, чтобы получить коэффициент. То есть получается 1,2 x это наша новая цена. теперь что у нас получается с июня месяца? На начало июня после повышения цена составила 1,2 x. Потом из нее забрали сколько? 20% то есть сколько она стала? 0,8 от 1,2 x. Согласны? Чтобы ее посчитать нужно 1,2 x умножить на 0,8 это будет 0,96 x. 0,96 x. Теперь мы сравниваем была x после снижения и повышения она стала 0,96 x. Насколько изменилась цена? Была 100% стала 96% значит снижение сколько процентов составило? 4 4 составило снижение вот это очень показательная задачка более сложных это вот база вот это все понимают откуда эти коэффициенты берутся почему в итоговое снижение повышение получилось всего 4 процента очень помолчите да все понимаете это вот самое самое главное чтобы в этом разбирались очень хорошо понимали где коэффициенты проценты как их можно главное красиво обозначить более сложнее и такая задачка она уже на сложные проценты поэтому мы сейчас с вами значит у нас автомобиль и на нем происходит колебание цены данный автомобиль престижной марки ежегодно увеличивается на одно и то же число процентов по сравнению с предыдущим годом на сколько процентов каждый год увеличилась цена автомобиля если выставлены на продажу за 2 миллиона 560 тысяч рублей через два года он был продан за 4 миллиона рублей смотрите давайте сразу обозначим букв КП да от слова проценты как раз вот это вот ежегодное увеличение что у нас получается у нас идет 100% первоначальное плюс П процентов увеличения и мы вот это постараемся перевести в коэффициент для удобства записи нам нужно по члену поделить получится единица плюс П делить на 100 видите вот вот это будет увеличение первого года увеличение первого года это сложные проценты теперь вот эта вещь сейчас давайте второй год рассчитаем второй год мы можем конечно все подставить но получается получается что единица плюс П делить на 100 это наша новая цена мы к ней должны прибавить еще раз П процентов правильно вот уже здесь абстракция пошла выражение одной перемены через другую смотрите вот это наша новая цена она сначала у нас была 100% это была первая начальная эта цена у нас увеличенная просто мы ее записали как коэффициент вот на самом деле вот такая вот запись 100% плюс П делить на 100 делить на 100 а по проценту это что П это обозначение вот этой вот ставки которая ежегодно увеличивается на одно и то же число процентов вот так мы ее обозначили П ну например 20% 5% ежегодно идет увеличение на 20% вот давайте на примере вижу что тяжело у вас идет абстракция нам она очень нужна смотрите если цена товара например 1350 рублей и ежегодно идет увеличение на 5% то как найти новую стоимость 1.05 умножить на 1350 согласны потом на второй год идет увеличение также на эти 5% что мы делаем мы 1.05 умножаем на 1.05 на 1350 видите это была наша цена первая когда мы прибавили 5% мы к 100% прибавили 5% в коэффициенте это вот такая вот вещь получилась видите 1 плюс 5% на старую стоимость теперь увеличение второго года выглядит вот так я ее немножко сейчас по-другому перепишу вот это уже квадрат получится кто мне скажет как будет выглядеть увеличение на третий год 1 05 в кубе умножить отлично да вот это наш сложный процент как раз пошли при этом первоначальная цена она может обозначаться и таскаться вот они сложные проценты и вот здесь единица плюс поделить на 100 будет умножаться опять же на наш коэффициент здесь была как будто единица она умножилась на наш коэффициент стала такой значит увеличение у нас составила единица плюс поделить на 100 в чем квадрате все вот этот переход поняли к примеру и по нашим ну а теперь надо к решению потому что у нас даны вот эти вот соотношение что ли которое есть давайте наверное я первоначальную стоимость обозначу s это как раз получается что это просто мы коэффициент на увеличение записали единица плюс p делить на 100 квадрате умножить первоначально стоимость 2 миллиона 560 тысяч и в итоге цена за которую мы пытаемся ставим 4 миллиона вот мы вышли с вами на уравнение одной неизвестной который нам нужно с вами решить что мы делаем оставляем здесь квадрат а что переносим 4 миллиона мы делим 4 4 забираем тянется разделить на 100 квадрате 400 256 тут рациональное решение тоже нужно принимать во внимание представить нужно 256 400 400 тоже до квадрате может даже наверное еще сократить так как паре из 266 у нас извлекается 256 2 4 8 надо что-то получается что у нас то есть 56 корень я хочу квадрат представить потому что 420 в квадрате поскольку речь идет про проценты мы можем своих отрицательных вариантов не предусматривать единицы плюс поделить на 100 но 20 16 можно еще на 4 сократить получается единица плюс поделить на 100 равно 5 четвертых получается п делить на 100 5 четвертых без единицы итоге п делись на 100 равно 1 четвертый 4 и п равно 100 и п равно 25 все мы нашли наше увеличение ежегодное ежегодный рост составлял 25 процентов вот такая задачка итерационная есть ли у вас вопросы еще раз осознайте как мы это получили вышли на уравнение максимально упростили что могли решение и получили сразу процентов получается не надо ни на каких 100 тут больше умножать наоборот поделили видите здесь фокурировала поделить на 100 вести ощущение нет Пойдёт. Пойдёт? Ну хорошо. Давайте попробую задачку. Ответ. Ответ. Потому что разные виды, да, разные модели. А теперь вот такой вот ещё сделаем. Цена ноутбуков, не проданных в текущем году, уменьшалась каждый последующий год на одно и то же число процентов от предыдущей цены. На сколько процентов каждый год уменьшилась цена ноутбука, если выставлен на продажу за 40 000 рублей, он через два года был продан за 23 104 рубля. В прошлый раз мы решали с вами на повышение, и сейчас у нас идёт снижение на продажу. Так же модель двугодичная. КЗП 30% это как раз уменьшение. Уменьшение. Уменьшалась каждый последующий год на то же число процентов. Значит, у нас была сначала стоимость 100%, потом шло снижение минус П процентов. Получается в коэффициенте единица минус П делить на 100. Это первый год. И на второй год ещё раз минус П процентов. Процент. часть квадрата. Сейчас я коэффициент расписал. За единицу берётся это прямо изначальное число? Нет, это сто процентов, коэффициент я расписала. Я расписала, как коэффициент принялся. А стоимость вот шла от 40 тысяч. Вот такой коэффициент первоначальной цены стал в итоге в конце стоить 23 104 рубля. Получается единица поделить на 100 в квадрате 304. Будет? Скорее всего, интересно, если лекарства не будет. Да, это 152 в квадрате. 152 в квадрате 304. Теперь поделить сразу, да? 58, 6. В общем, сколько? 52 и 200. За 4. 38,5. И так пока отставить. Минус П. Делить на 100. 38,5. Минус единица. Сразу нужно считать, как 50,5. Получается, минус П. Делить на 100 равно. И вот в итоге, чтобы найти П. мы 12 умножим на 100 и поделим на 50. Это будет 24, да? Свет. Снижение составляло ежегодно 24%. Вы можете объяснить, что значит вообще 1 минус П, делить на 100? Непонятно вообще. Ну вот, привет. Я же несколько раз задала вопрос. Вам вот эта схема, понятно? Вот сюда возвращаемся. Смотрите. Это как раз схема изменения коэффициента на нашей задачи. У нас случается, что цена товара была 100% два года подряд. У нас снижалась минус П процентов в первый год. Значит, как она будет на коэффициентах выпустить? Надо из... 100% забрать П процентов. И все это поделить на 100. Вот так. Когда по члену делим, у нас получается на языке коэффициент единица минус П делить на 100. Здесь такая же ситуация. Только новая цена товара у нас стала единица минус П делить на 100. И мы еще раз умножаем на единицу минус П делить на 100. Потому что это сложные проценты. И это такая же... такой же коэффициент уменьшения, как и за первый год. Еще раз давайте на примере. Например, стоимость на первый год товара была S. Ежегодно происходило снижение. Пусть будет на 11%. В итоге мы из 100% должны забрать 11% и все это поделить на 100. у нас получается 1 минус 1 сотых. Я специально не считаю, чтобы вы увидели этот коэффициент, как он есть. Естественно, нота S вот отвертчина. так что здесь был коэффициент единица. Второй год. У нас стоимость была единица минус 11 делить на 100. и мы еще раз умножаем на этот коэффициент на снижение. Получается, что в конце второго года стоимость стала составлять единиц минус 11 делить на 100 в квадрате. вот такой умножаем. Просто вместо 11 у нас здесь скрывается пайс. Нам вот это очень надо. Все понимают, как мы получили вот это. Или еще раз объясните. Понятно. Вот еще раз просто здесь идут вот такие обозначения не как вы привыкли одну пропорцию составить. Она у нас каскадная, видите? Она у нас скрывается внутри шага вот этот п процент. И мы выходим на такое соотношение, что единица минус п делить на 100 в квадрате умножить на 40 тысяч. В конце второго года стало составлять 23 104 рублей. И все. Из этого уравнения нам нужно найти п. Дальше мы его аккуратненько решаем. Мы брали за 100 за процент и сразу некое коэффициент это у нас. Мы делили, потому что фигурирует п делить на 100. В итоге здесь мы сразу получаем 24%. еще раз надо? Нет, нет. Это в решении. Сейчас еще выберу. Так. Так. на уменьшение идет. Хочу, чтобы с увеличением задачки. Мы пока просто на процент решаем. Не кредиты, не вклады, ничего такого. Так. Сейчас, страничка, потерялась. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В сентябре сыр стоил 400 рублей, в октябре сыр подешевел на 10% Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, это 115 на 0,9 и на 4 В итоге это 414 рублей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, увеличение составило 14 рублей, согласны? И можно посчитать, на сколько процентов в итоге изменилась первоначальная цена Субтитры сделал DimaTorzok Значит, 400 рублей, это было 100% Ну, можно сказать А 14 это X% Значит, чтобы найти X, нам нужно 14 умножить на 100 и поделить на 400 На 3,5% Да? Получилось что изменение всего состава 3,5% 14 рублей 14 рублей, это 3,5% От 400 Вначале цены В первом случае В первом случае Вначале мы Вначале мы Вначале мы На пачке сосисок На пачке сосисок сначала повысилась на 14% Сколько стоило Пачка сосисок до повышения цены, если после последующего понижения цены на 15% она стала стоить 135 рублей 66 копеек Видите, здесь у нас в схеме присутствует как повышение стоимости, так и ее понижение За S обозначим первоначальную цену Что значит, что повысилась на 14% Это значит К единице Мы прибавляем 14 сотых Согласны? Значит, она стала составлять 1,14 от S А затем Мы понизили На 15% Значит Старая цена была по-прежнему 100 Мы забираем 15% Это получается У нас 85% Значит Мы должны посчитать 0,85 Вот 1,14 С И это составляет 135 рублей 56 копеек Так что 600 И из этих всех соотношений нам нужно найти В итоге Получается 135,66 Мы делим 0,85 умножим на 1,14 2,15 Цена была 140 рублей Цена была 140 рублей Цена была 100 Нечто 60 210 2,25 Цена 1,14 Цена была 1,15 Цена была 20 1,19 2,15 В итоге В итоге Осталось Осталось 12 14 Давайте еще раз эту задачку разберем, потому что она очень важна для нас. Потом я еще схему дам, которую нам нужна для решения. Третья задача такого сорта, давайте помогать мне будете, не решать. Цена телевизоров уже не проданных в текущем году уменьшается каждый последующий год на одно и то же число процентов от предыдущей цены. А сколько процентов каждый год уменьшалась цена телевизора, если выставлены на продажу за 30 тысяч рублей, он через два года был продан за 21 168%. Продолжение следует... Давайте помогать. С чего мы начинаем? Получается, чтобы оно уменьшилось, получается 1 минус P деленное на 100. Ну а базу тут давайте строить. Значит, у нас была сначала единица, правильно? Да. Вот такие схемы строите. Не шучу, это нам очень важно визуализировать правильно. У нас происходит снижение P процентов. Но это обозначение. То есть это единица минус P делить на 100. Это мы уже на языке коэффициентов. Это первый год. Потом второй год, что происходит? Такое же снижение на P процентов. Это единица минус P делить на 100. Снижение на 100 от старой суммы от старой суммы. Готовы строить в куртине? Да. Получается единица минус P делить на 100 в квадрате от первоначальной цены. Это 30 тысяч. В итоге становятся равны 21 168. Пишем. Единица минус P делить на 100 в квадрате. Такое 21 168 делить. Попробуем на 2 сократить. Попробуем на 2 сократить. Крупулятор нет, да, поэтому тренируемся. 20 на 1160. Так. Надо назад скручить. 24. 16. 25. 8. 24. Так, опять надо надо дать увеличивать. 25. 25. 25. 25. 25. 26. Так, еще на два. 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 Так, делится. Проделите на 100. Прочит 0,56. Это 0,84 в квадрате у нас. Так, будьте готовы вот к таким вычислениям. Они всегда такие сложные. Получается 1,84 в квадрате у нас. Так, это 0,16 в квадрате у нас. Так, это 0,16. Так, это 0,16. Так, это 0,16. Так, получается, что 16% происходило в уменьшении стоимости товара. Я вижу, что некоторые уже очковались от этой темы. Так, если посмотреть на статистику решения, конечно, не все эти номера. И процент решаемости у него достаточно низкий. Что-то требует достаточно хорошей подготовки. Ну и с такими задачками, наверное, хватит. Просто на кредиты. По этому примеру есть у вас вопросы или нормально? Все понятно. Это задача на кредиты. Мы просто загружаемся в тему. Дальше мы будем все равно только с ними работать. Предприниматель обратился в банк с просьбой о предоставлении суда в размере миллиона рублей сроком на год. Банк выделил ему эту суду из годовой процентной ставки в 20% при условии погашения суда одним платежом в конце срока. Сумму через год должен возвращать предприниматель банку. И какие процентные деньги получит банк? Он должен дать ответ на эти два вопроса. Опять говорить будем на языке коэффициентов. Если сначала он берет 100%, а ставка у нас ежегодно рассчитывается, видите? Начисление процентов происходит раз в год. Это сказано вот здесь. Годовая процентная ставка в 20% при условии погашения суда одним платежом в конце срока. Срок идет у нас вот здесь. Это год. Это год. Должен вернуть 100 плюс 20 процентов. 5 на 100. Это единица плюс 0,2. Это 1,2. Если он сначала берет S, потом он должен вернуть 1,2 S. S было миллион. А должен будет вернуть 1,2 умножить на миллион. Это получается миллион двести, да? Миллион двести должен быть вернуть. Значит, ответом на первый вопрос будет, что наш предприниматель должен будет вернуть миллион двести. И останется у нас второй вопрос. Какие процентные деньги получит банк? Значит, банк давал сколько? Миллион. Получит он миллион двести. Значит, сколько он заработает? Двести тысяч. Двести тысяч. Двести тысяч. Значит, ответом на второй вопрос будет двести тысяч. Вот. Только он заработает 20% от миллиона в конце срока. Клиент берет в банке кредит 18 тысяч рублей. В следующий пример. Клиент берет в банке кредит 18 тысяч рублей. На год. Вот, вот 14%. Он должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем, чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в кредит, 200%. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? Видите, как интересно. Ставка годовая. Надо понять, как она будет рассчитываться в ежемесячном плане. У кого есть какие предложения? Как это посчитать? Ну, сначала, наверное, мы посчитаем, сколько с процентами будет, а потом уже будет 9-10. Да, можно так. Можно сразу посмотреть ежемесячную ставку, исходя из годовой. Можно так. Давайте, значит, что получается, что если у нас сначала было 100%, годовое увеличение у нас в возе составляет 14%. Значит, это единица. То есть 14 соток. Это 1,14. Значит, сколько он вернет в банку? 17 тысяч умножить на 1,14. Это 180, вот это 14. 20 тысяч за 20 рублей. И вот эту сумму мы действительно можем поделить сразу на 12, чтобы узнать, сколько он будет платить за месяц. на 2, да, можно так поделить. Ещё можно, да, на 2. Этих и от 3. 1710 рублей при таких условиях будет составлять ежемесячный платёж, если взять 18 тысяч рублей в банке на год. Размешно. Немножко осознать. Немножко. Нормально. Угу. 15 мая был выдан кредит на развитие бизнеса. В таблице представлен график его погашения. Текущий долг выражается в процентах от кредита. Здесь получается, видите, каждый месяц идет погашение. В конце каждого месяца текущий долг увеличивается на 5%. А выплаты по погашению должны происходить в первой половине месяца, начиная с июня. В конце начисляется, а потом идет погашение. И вопрос такой интересный. На сколько процентов общая сумма выплат при таких условиях больше суммы самого кредита. То есть даже нас не требуется узнать, сколько был размер кредита и так далее. Давайте теперь попробуем это все рассчитать. Посмотрим вот эту первую выплату. Выплату на июнь. Она будет составлять в конце месяца из начислений 5%. Это 100%. Плюс 5%. Это будет 1,05. Можно сумку кредита обозначить. Согласны, да, что вот долг увеличивается на 5%. В конце мая ему будет начислено 5%. Он будет уже должен не просто S, который взял, а 1,05 S. А теперь он должен погасить. И сейчас надо подумать, как нам выгоднее это обозначить для того, чтобы ответить хорошо на вопрос. На сколько процентов общая сумма выплат при таких условиях больше суммы самого кредита. S это была сумма кредита. С единичкой мы уже посчитали не проценты, которые увеличили, а просто долг, как он увеличился. Но на самом деле он увеличился всего на 5%. На июнь произошло увеличение. Вот S. И стал он в итоге должен S плюс 0,05 S. Это как раз и есть 1,05 S. Понятно, просто я маленько другом расщепляю вот эту запись. То есть это вот у нас проценты. Это вот у нас с вами основной долг плюс проценты. И это вот у нас с вами новый долг. Перед банком. Теперь на конец июня мы уже должны 80% от нашего S. Значит, мы 80% должны умножить на наше увеличение. 0,05. Потом у нас с вами происходит еще одна выплата и долг будет составлять уже 60%. Значит, на третью выплату мы также накидываем наши проценты, которые 5% начисляются в конце месяца перед выплатой. И выходим на четвертый платеж. После выплаты части долга он снова у нас индексируется. Опять снова проценты растут. И потом мы также 20% умножаем на наши начисленные 5%. Опять же, я не делаю дальнейших расчетов, потому что у меня такой вопрос звучит, что мне надо узнать, сколько я переплачу. Ну и в конце он выплачивает уже последний долг. Вот как будет выглядеть наше начисление, которое он переплачивает. 100% в первый долг мы умножаем на первое начисление 5%. Плюс основной долг составляет 80%. Мы умножаем на еще одно начисление. Потом он выплачивает. Основной долг начинает составлять 60%. И мы опять на него накручиваем 5%. После выплаты он опять на оставшийся долг, который уже является 42% первоначальной суммы, умножаем на 0,05. И последний платеж перед нулевым – это 20% умножить на 0,05. Потом он эту сумму выплачивает. Вот эта сумма – это и есть наши расходы на обслуживание кредита. Как раз и получится, что мы наш коэффициент 0,05 вытащим. И сейчас посчитаем процент отдельно. И 60%, и 40%, и 20%. То, 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 то 300, 0,05 умножить на 300%. В итоге это будет составлять 15%. Это мы сделали, исходя из вопроса задачи. Насколько процент в общей сумме выплаты при таких условиях больше суммы самого кредита? Вот мы ее посчитали. Что он выплатит все S плюс проценты, которые мы начислили. Проценты начисляются в конце месяца на остаток. Остатки представлены в таблице. И растут они вот так, точнее уменьшаются. То есть сначала мы должны 100%, значит мы на них накидываем 5. Потом он должен 80% от основного долга, значит мы на нее накидываем 5. Потом он должен 60%, значит мы на нее еще раз накидываем 5. Потом он должен 40%, мы еще 5% набрасываем. И последний платеж у нас на 20% сумму, мы еще 5% наплачиваем, накидываем. После всех вычислений переплата будет составлять всего 15%. То есть он берет и при таких условиях погашения переплачивает всего 15%. Обратите внимание, что это не какая-то схема классического кредитования. Это схема именно табличная, то есть в какой-то виде индивидуального условия были кредитования. И поэтому она вот так вот не по формулам, каким-то не по определенным законам рассчитывается. Есть ли у вас вопросы по этой схеме? Что-то может еще мне объяснить? И давайте еще одну точку тоже успею. Сейчас, секундочку. Полегче просто хочется. Вот это. Так что, спасибо. Задачки достаточно классические, старые, поэтому примерные. Смотрите, июль 17-го планируется взять в банке кредит на 3 года. Это очень важно. В размере S миллионов рублей, где S целое число. Словия возврата таковы. Каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с годом предыдущего. С февраля по июнь необходимо выплатить одним платежом часть долга. В июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствующей таблице. Видите? 0,7, потом 0,4 и потом полностью выплаты. Просит найти наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет больше 3 миллионов рублей. Нам нужно составить формулы, вид выражений на нашу выплату. И подобрать такое S, чтобы она, эта выплата была явно больше 3 миллионов. Это сейчас мы и будем делать. Смотрим, какие условные обозначения нам нужны. Подготовку пробовать. Смотрите, у нас, значит, S – это первоначальный долг. Выплаты у нас с вами 3. Потому что 3 года. Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть наше увеличение на 25%. Оно будет выглядеть следующим образом. 100%. Прибавляем 25%. Делим на 100. Это получается 1 плюс 25. Или 1,25. Итак, мы с вами формируем первый год. Наш заем составляет S. Вот на него накручиваем 25%. Должны сделать первую выплату. И долг по таблице должен составить 0,7С. Мы эту выплату будем подбирать. Мы ее не знаем. В этом и есть что-то задание. Второй год. Наш долг с вами составляет 0,7С. Который мы опять индексируем на 25%. Делаем вторую выплату. И наш долг должен составить 0,4С. И третий год. У нас получается, мы должны с вами 0,4С банку. Мы опять на него добавляем 25%. Делаем третью выплату. И в итоге мы ничего не должны. То есть выплатили за 3 года весь наш кредит. Всем понятно, как составились эти уравнения? Да. Теперь мы выражаем из каждой строчки соответственно x1, x2, x3. x1 из первой строчки получается 1,25С минус 0,7С. Я пока выпишу, потом буду считать. Второе. 0,7С 0,7 умножить на 1,25С минус 0,4С. И x3, 0,4 на 1,25С. А все. 0,7. Получается, первая выплата x1 будет составлять 0,55С. Вторая выплата 0,475С будет составлять 0,5С. И теперь нам нужно, чтобы каждый из этих выплат была больше, чем 3 миллиона. Соответственно, мы должны такой S подобрать. Мы решаем, значит, неравенство. S 0,3. S 0,3. S 0,3. Мне очень хочется решать все три. Можно поступить следующим образом. Мы видим, что самой маленькой у нас будет вторая выплата. Вот это. Самый большой – первая выплата. Вторая по минимальности – это третья выплата. Ну и самая маленькая – вот эта. И, значит, чтобы подобрать S, нам достаточно решить вот это одно неравенство. Значит, получается, что S больше, чем 3, поделить на 0,475. S больше, чем 3, 375. Здесь нам даже больше не надо вделить целое число. Нам нужно просто прикидку сделать. Сколько будет примерно? 3 тысячи поделить на 0,475. 6 тысячи поделить на 0,475. Да, мне кажется, так не будет. 5 тысячи поделить на 0,475. 5 тысячи поделить на 0,475. Да, наверное, 6 с копейками. То есть S должно быть больше, чем 6 с чем-то. В итоге минимальное значение, которое нам подойдет с вами, S равно 7 миллионам. 7 миллионов. Значит, чтобы каждая выплата была больше 3 миллионов, нам в кредит у банка нужно взять 7 миллионов. Минимально 7 миллионов. И таким образом мы ответили на вопрос задачи. Все успели мы практически полностью. Пишите, пожалуйста, домашнее задание. Я его вывешу. Там будут блоки разных задачек типовых на понимание процентов. Ну и уже со следующего занятия мы пойдем с вами по типовым схемам. Таких задач. Там анноутентные платежи, дифференцированные платежи. Сначала разберемся с кредитами, с складами. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за занятие. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok